Ииии всем привет друзья, с вами Лаймстоун и сегодня у нас будет обзор мода на майнкрафт на версию 1.16.3 под названием Matchlock Guns И как вы поняли из названия, этот мод будет добавлять нам в майнкрафт новые типы оружия, а конкретно огнестрельного оружия И в общем-то все эти типы у нас вот здесь, тут есть много патронов, много разных типов всяких ружей и так далее и тому подобное Ну что ж, давайте приступать И в общем-то начнем мы пожалуй вот с этой штуковины Это у нас Matchlock Arcebus, по сути это у нас такая древняя старая средневековая аркебуза и у нее есть описание Первое на что мы можем посмотреть это Loaded, то есть то насколько она заряжена и в общем-то пока что она пуста и может содержать в себе только один заряд, то есть одну пулю Дальше если мы нажмем на Shift мы узнаем насколько она мощная, то есть сколько хп она снимает, насколько она точная и насколько быстро можно ее перезарядить И также внизу есть строчка Needs a Ramrod Ramrod это у нас вот эта вот штука, по сути это шомпол И если вот такая строчка у нас есть в описании, значит для того чтобы зарядить текущее оружие нам понадобится использовать этот шомпол Если такой строчки нет, то шомпол нам не понадобится Дальше нажимаем на Ctrl и смотрим какие типы пуль нам подойдут для этого оружия И в общем-то пуль здесь достаточно много и самые разные из них используются в разных оружиях Например здесь в пистолете у нас примерно то же самое, да по сути то же самое что и в аркебузе Дальше у нас вот здесь используется только Round Shot, это у нас стандартные патроны и так далее и тому подобное Кстати говоря вот эта вот штуковина это по-моему единственная где используется Slug Slug я не совсем уверен что это такое, я не особо увидел разницу между Slug и Round Shot Но тем не менее мы сегодня это посмотрим, может быть узнаем все-таки увидим какую-то разницу Дальше у нас идет Tracer Shot, дальше Bug Shot, это у нас по сути Cartage Blaze Shot, это у нас Poison Shot и вот это у нас Golden Round Shot И давайте в общем-то на все это смотреть, кстати говоря также у нас есть картриджи, но мы на это посмотрим чуть-чуть попозже Начнем мы как я уже сказал с аркебузы Итак, берем ее и в общем-то что нам нужно с ней делать, как ей в принципе пользоваться Пользоваться ей достаточно непросто, дело все в том что этот мод добавляет достаточно реалистичную стрельбу из старого оружия Вы как понимаете она достаточно непростая и трудозатратная Итак, давайте приступать, первое что нам понадобится, первое что нам понадобится это взять все необходимые вещи Нам понадобится конечно же чем-то заряжать все это дело И в общем-то кстати говоря мы с вами можем в принципе сразу на этой аркебузе посмотреть некоторые другие патроны Давайте возьмем наверное Tracer Shot сразу и Bug Shot, думаю этого нам пока что хватит Итак, поставим пока крипера, пусть он тут ходит и начнем заряжать нашу аркебузу Нажимаем на наши патроны кнопочкой F и как можете видеть мы переставили их в нашу вторую руку Теперь нажимаем правую кнопку мыши И нет, по-моему сначала порох, да, сначала порох, прошу прощения И нажимаем правую кнопку мыши Итак, мы засунули порох в нашу аркебузу Что нам нужно дальше? Дальше нам понадобится запихнуть туда вот эти вот пульки Итак, нажимаем правую кнопку мыши уже с пульками И теперь все это дело нужно протолкнуть внутрь с помощью нашего шомпла Нажимаем правую кнопку мыши опять-таки И теперь нам нужно убрать из рук шомпл и поставить огниво Дело все в том, что именно мэчлок оружия То есть вот такая вот аркебуза, которая у меня сейчас есть И вот все вот эти вот оружия То есть те, у которых как можете видеть Есть, можно сказать, место, которое можно поджечь То есть есть вот этот вот фитиль Вот для этих четырех, по сути, типов оружия нам понадобится еще и огниво Да, вот настолько все сложно В принципе, давайте оставим того крипера и нажмем правую кнопку мыши И как можете видеть, у нас загорелся наша аркебуза И пока вот этот вот лид идет, мы можем ее не зажигать А просто либо из нее стрелять, либо засовывать в нее новый порох и патроны И в общем-то давайте поставим крипера и нажмем на правую кнопку мыши Все, крипера нет Как вы можете видеть, у аркебуза у нас 20 единиц урона И пока она горит, давайте попробуем успеть ее быстренько зарядить Итак, пошел порох Как можете видеть, в винтовках, то есть во всяких аркебузах и прочих вещах Которые не являются пистолетами Нам нужно два пороха, ну и конечно же один патрон Дальше у нас идет рем-рот Дальше надо все убрать из левой руки И только потом мы с вами можем произвести выстрел Кстати говоря, надо было бы, наверное, запихнуть туда сразу трейсер-шот Но в принципе, время у нас еще есть По идее, да, лид у нас будет идти еще долго Поэтому давайте попробуем успеть посмотреть на трейсер-шот Итак, засовываем порох Опять-таки потратилось две штучки Запихиваем трейсер-шот И конечно же успеваем воспользоваться рем-родом И убираем все из рук И теперь давайте в крипер посмотрим Хотя в принципе давайте не в крипер По идее это трейсер-шот, он должен скорее всего оставить след И в общем-то да По идее, по идее с обычным патроном С обычной пулькой у нас вроде бы такого красивого следа не было Так что в принципе неплохо И по идее это можно использовать для того, чтобы обозначать цели для ваших друзей То есть если вы ведете стрельбу вместе Вы можете кинуть какой-нибудь трейсер-шот И обозначить, где у вас находится противник То есть в принципе в реальной жизни Трассирующие патроны, они используются именно для этого Так что в принципе неплохо И в общем-то, раз уж мы уже посмотрели на некоторые вещи из данного мода Давайте также глянем и на крафты Как в общем-то крафтится эта штуковина, эта аркебуза И как крафтятся всякие патроны Начнем мы пожалуй давайте с шомбала Раз он почти везде используется, посмотрим на его крафт Крафтится он следующим образом И давайте сразу наверное посмотрим в принципе на все патроны Чтобы оставить это, так сказать, за бортом Самый стандартный раундшот крафтится вот таким вот образом Трейсер-шот крафтится вот таким вот образом Вам понадобится раундшот и светокаменная пыль Дальше у нас картечь крафтится вот таким вот образом Следующий слаг, вот так вот Дальше блэйз-шот, вот так То есть нам понадобится картечь и огненный порошок И кстати говоря, вы могли слышать звук Это у меня потухла аркебуза То есть теперь ее надо снова зажигать Для того, чтобы из нее можно было стрелять Дальше поизн-шот крафтится вот таким вот образом То есть нам понадобится ядовитый картофель Либо же паучий глаз для того, чтобы скрафтить Большее количество вот этих вот поизн-шотов И конечно же голден раунд-шот Кстати говоря, я не увидел отличий между ними и раунд-шотами Возможно, они добавлены просто для того, чтобы Ну знаете, увеличить количество материалов Из которого можно сделать оружие И кстати говоря, перед тем, как мы перейдем к следующим предметам Вы, наверное, хотели бы меня спросить Типа, леймстоун, погоди Ну вот смотри, допустим, эта штука Она заряжается очень-очень долго Скорее всего, все остальные вещи тоже долго заряжаются В принципе, это достаточно напряжно То есть ты нам показываешь какой-то мод, который Ну такой, ну вот зачем он Там есть моды, где все это происходит быстрее, проще Там тоже достаточно быстро все выстреливает Урон хороший, все круто, здорово Но я вам скажу, для чего можно использовать этот мод Он действительно уникален тем, что Его можно использовать в сборках В которых есть, скажем так Что-нибудь вроде Терафирмы Крафта Или каких-то модов на него похожих Потому что он реально добавляет прям такой Реалистичный способ заряжать ваше оружие То есть, в принципе, он действительно отлично подошел для похожих сборок Когда у вас есть некое развитие, похожее на Средневековье И тут мы как бы делаем шаг вперед И у нас получается, что мы немножко шагнули из Средневековья в эпоху Возрождения То есть, в принципе, я бы сам планировал В скором времени какую-нибудь, знаете, такую сборочку Пройти с Терафирмы Крафтом И, в общем-то, добавить в нее вот этот самый мод Потому что мне он очень-очень сильно понравился В общем-то, мы с вами, в принципе, можем также посмотреть на пистолет Но я вам сразу хочу сказать, что пистолет, он, в общем-то, такой же То есть, единственное, что он менее точный И он быстрее перезаряжается То есть, все вот эти вот действия, которые мы проводили Когда я нажимал F и правую кнопку мыши Для того, чтобы что-то взбихнуть внутрь Они делаются быстрее Поэтому, в принципе, давайте мы лучше посмотрим вот на эту штуку Это у нас Match Lock Paper Box И, в общем-то, насколько я понимаю У нас тут используют только раундшоты А дальше это у нас Blunderbass И, кстати говоря, он стреляет уже с лагом и блейсшотом Ну, в принципе, ладно Давайте начнем вот с этой штуки Потому что она у нас уникальная Потому что в нее можно зарядить аж 4 пули Давайте, в принципе, посмотрим, как это будет происходить Мы сначала возьмем, опять-таки, порох на F И зарядим Итак, раз, получилось Давайте теперь пулик напихаем В принципе, я, как понимаю, можно просто взять и сделать А, нет, так нельзя сделать Подождите То есть, у нас, получается, надо по одному их как-то проталкивать Это достаточно, скорее всего, неудобно, как мне кажется Ну-ка, давай, протолкни И давайте попробуем еще одну пульку запихнуть И нет, это так не работает То есть, получается, что Здесь зарядка происходит несколько другим образом Потому что Вы знаете, тут есть просто оружие На которых Написано, например, вот как в револьверах Где там 6 зарядов И оно работает именно так Что мы просто берем и заряжаем А здесь это работает Как-то не так Как-то интересно Ну, давайте все равно попробуем выстрелить Я думаю, у нас это должно получиться Итак, убираем из рук Наши пульки И давайте подожжем И теперь, опять-таки, убираем из рук Огниво И да, выстрел происходит Но, к сожалению А давайте вот сейчас попробуем Может быть, сейчас получится Итак, опять-таки, берем порох Я говорю, берем порох В принципе, раз первый порох пошел Может быть, сейчас получится Нет, не получается, к сожалению Может быть, разные типы патронов Тут можно запихнуть Нет, эти нельзя Кстати говоря, знаете что? Мне кажется, раз тут По-моему, тут раундшоты Только, ну ладно Давайте раундшоты запихнем Итак, первый пошел И нет, все-таки второй не запихивается Я, к сожалению, не знаю почему Ну и я не совсем уверен, как работает Именно вот эта штуковина К сожалению, для нее Нет какого-то отдельного описания В данном моде Потому что Ну вот почему-то автор Вот не написал Как в нее именно зарядить Четыре патрона Может быть, на самом деле Это и не работает То есть, может быть, она работает Неким другим образом Но, к сожалению Вот именно с этой штукой Я не разобрался Увы и ах Но, в принципе, мы можем посмотреть На прочее оружие Следующие у нас уже будут Несколько интереснее В принципе, давайте мы теперь будем смотреть Например, на... Тут можно куда-нибудь зарядить Ага, смотрите Вот в этот вот пистолетик У нас можно зарядить Картечь, насколько я понял И мы с вами на нее посмотрим Кстати говоря, давайте также посмотрим Крафт некоторых еще оружия В принципе, мы не посмотрели пистолета В общем-то, аркебузу мы не посмотрели Тоже, кстати говоря Как она крафтится А крафтится она следующим образом Тут есть некоторые предметы Которые, в принципе В принципе, давайте мы посмотрим Знаете, с вами заранее Потому что они у нас будут использоваться Сразу в множестве разных вещей У нас, например, есть ганберрел Который крафтится... О, боже, нет Давайте тогда смотреть отдельно И, в общем-то, аркебуза Аркебуза у нас крафтится Как раз из этого ганберрел И, в общем-то, крафтится эта штука Вот таким вот образом Дальше нам понадобится, в общем-то, их две И дальше у нас идет Мушкет-сток Который крафтится вот таким вот образом И последнее, что нам понадобится Это, собственно, вот этот вот Мэтч-лок Который крафтится вот так вот И, в общем-то, дальше пистолет Пистолет крафтится похожим образом Нам понадобится только один gun barrel, опять-таки матч лог и уже пистоль грипп Вот таким вот образом Дальше вот этот вот paper box у нас крафтится вот таким вот образом Тут используются все те же самые предметы, которые у нас использовались до этого И вот этот вот blunder bus у нас крафтится вот таким вот образом Нам понадобится все то же самое, но также при этом еще нам нужен будет железный блок В общем-то мы с вами, можно сказать, отсмотрели первую категорию Я вам не очень хочу показывать вот эти все оружия, то есть все четыре Потому что по сути они одинаковые Единственное, чем они отличаются, это конечно же уроном и типом снарядов, которые используют И еще я не совсем понимаю, почему тут четыре заряда, хотя ничего не заряжается А вот дальше у нас идет два новых типа оружия, ну по сути их даже тут три То есть следующее у нас идет уже wheel lock В общем-то я взял wheel lock пистоль, дальше у нас идет wheel lock мушкет Дальше wheel lock репиттер и кажется wheel lock blunder bus В общем-то который также может стрелять с этим самым слагом А дальше у нас идет уже flint lock И последний у нас всякие револьверы, мушкеты и так... А нет, револьверы они тоже по сути к этому уже относятся И дальше у нас идет только cap lock, он у нас последний В общем-то давайте смотреть, давайте смотреть на wheel lock пистоль И крафтится он вот таким вот образом И здесь используется все то же самое, что нужно для крафта всех пистолетов Только теперь уже нам понадобится новый механизм Это у нас уже wheel lock, не match lock, а wheel lock, который крафтится вот так вот Нам понадобится золото в этот раз и два вот таких вот механические штуковины Это по сути mechanical part, это механическая часть, которая крафтится вот так вот То есть тут нам уже понадобится золото И в общем-то все остальные вещи То есть это у нас мушкет flint lock, это у нас blunderbass flint lock И дальше вот эта вот винтовка Кстати говоря, по-моему, она у нас чем отличается, например, от мушкета Тем, что тут high average А, тут видите, как она дольше заряжается, но она точнее И получается, что она... Да, по сути это все, единственное отличие Да, действительно это так И, кстати говоря, тут по-моему даже... Да, тут даже понадобится нам опять-таки шомпл А вот эта штука у нас отличается тем, что она у нас получается еще... Она наносит меньше урона, чем сосед Но при этом она у нас более... Да, она менее точна и менее... Она более медленная даже Странно, странно, странно Ну ладно, давайте все-таки посмотрим на крафты То есть вот этот вот пистолет мы с вами посмотрели Дальше давайте посмотрим на... Дальше посмотрим на мушкет Мушкет у нас крафтится вот таким вот образом То есть все то же самое Это у нас мушкет сток, виллок и так далее Дальше посмотрим на репитер Репитер крафт у нас вот таким вот образом Нам опять-таки нужен виллок и механикал парт И в общем-то мы посмотрели крафты всех виллоковских орудий Так что давайте теперь посмотрим на то, как они работают И потом перейдем и к крафтам, и к тому, как используются следующие типы оружия Итак, опять-таки ставим крипер и давайте заряжать этот пистолет Опять-таки нам понадобится порох, который мы пока еще никуда не дели Берем его, заряжаем Дальше нам понадобится то, чем мы будем стрелять В данном случае нам подойдет картечь И опять-таки нам нужен рэм рот И как вы можете видеть, в этот раз нам не понадобится огниво Нам понадобится нажать shift и правую кнопку мыши То есть смотрите, что в принципе из себя представляет вот этот вот виллок Это часовой механизм То есть нам нужно завести этот механизм И потом только стрелять из пистолета И в общем-то, да, как вы можете видеть, это работает И вы могли также видеть, что картечь у нас прям вот Можно сказать, загородила некую часть экрана Потому что это был прям такой всплеск Прям вот это прям массовое оружие И в принципе, да, оно так себя и показало И так, в принципе, оно и работает В общем-то, я опять-таки не очень хочу вам показывать Например, бландербас и мушкет Потому что они, по сути, точно такие же Но я вам покажу репитер Вот репитер, это действительно классная штуковина Чем? А тем, что она у нас, ну, по сути, позволяет действительно репитить Она позволяет стрелять весьма быстро И давайте мы попробуем ее как-нибудь зарядить Давайте раз, два И давайте, по-моему, нам не надо сразу проталкивать все это дело шомбалом Да, как вы можете видеть, в нее сразу можно запихивать наши патроны И протолкнуть все это дело Можно будет в самом конце Давайте я заряжу, наверное, штучки четыре И потом мы с вами сразу откроем стрельбу по нашим криперам И пошла последняя, давай последняя Хоп, и все, давайте шомбал Шомбал, и все, теперь можно будет стрелять А, нет, по-моему, да А, кстати говоря, тут, видимо, даже не нужен Да, тут не нужен шомбал, ребят Очень удобный репитер, тут не нужен шомбал, отлично Так что ставим наших криперов Убираем все из рук Нажимаем шифт правую кнопку мыши И, как вы можете видеть, мы начинаем стрелять Опять-таки шифт правую кнопку мыши Второй выстрел Шифт правую кнопку мыши Следующий выстрел Шифт правую кнопку мыши Еще один выстрел Отлично, ребят Просто отлично В общем-то, репитер, кстати говоря, мне очень нравится Вот это то, с чем бы я реально зашел бы, знаете, в лес И начал бы там отстреливать всяких зомби Потому что, ну, в принципе, в принципе, очень удобно У него 16 единиц урона Это действительно круто Опять-таки, для какой-нибудь сборки, например, там С каким-нибудь средневековым, таким, знаете, аутентичным выживанием Это подойдет просто идеально Ну, не средневековым, это уже, получается, эпоха Возрождения Но, в принципе, отлично, отлично подойдет И дальше мы с вами будем смотреть уже на предметы, которые не Виллоковские, а флинтлоковские То есть тут у нас будет меняться, опять-таки, наш механизм В этот раз, это у нас уже не часовой механизм Это флинтлок, и крафтится он вот таким вот образом Вы уже знаете про механическую часть Все остальное, в принципе, вам понятно И, в общем-то, да, вот так вот все это крафтится То есть все точно так же, как и предыдущее Только меняется механизм Но дальше у нас, кстати, идут уже флинтоковские винтовки То есть у нас получается... Флинтлоковские, хотел сказать То есть у нас получается как? Что у нас, опять-таки, есть пистолет, есть мушкет, есть бландербас Но дальше у нас, получается, идут уже новые вещи То есть у нас уже идет винтовка У нас уже идет вот такой вот мушкет с байонетом То есть, по сути, это, как-то сказать, это штык-нож И дальше у нас идут револьверы Но револьверы, насколько я помню, они, да, у нас тоже флинтлоковские И, в общем-то, давайте также посмотрим на крафт винтовки Она у нас крафтится при помощи вот такой вот Riflet Barrel И, в общем-то, да, дальше у нас то же самое Только уже с байонетом С, как я сказал, с штык-ножом И дальше револьверы И вот револьвер у нас интереснее, потому что у нас уже тут есть чембер И крафтится он дорого, ребят, дорого Но, кстати говоря, револьвер это очень мощная, классная штуковина Мы на нее тоже с вами посмотрим Единственный минус, что он использует только раунд-шоты То есть, блин, с ним нельзя стрелять всякими блейд-шотами Ну, в общем-то, понятно, потому что это картечь Но вот было бы круто, если можно было бы использовать poison-шоты Вот это было бы очень круто Ну и, может быть, golden, как там, раунд-шоты Это было бы тоже очень круто И дальше у нас тоже, по сути, револьвер Только это револьверный мушкет И отличается он от него тем, что Ну, по сути, он у нас Аккуратность very low Ну, да, получается, что у нас медленнее заряжается Но он у нас точнее И, в общем-то, давайте смотреть Да, давайте смотреть на Что мы первое возьмем? А давайте посмотрим на винтовку И возьмем пистолет И, в принципе, дальше можно будет переходить К последним вещам Мы не будем смотреть, опять-таки, вот на эти флинтлоковские вещи А хотя давайте нет Давайте посмотрим на Лучше пистолет Потому что, ну, что, винтовка Она у нас, по идее, такая же и как мушкет Так что это не очень интересно Мы будем смотреть на мушкет Точнее, не на мушкет, а на пистолет И будем смотреть на револьвер И потом будем смотреть на всякие cap lock'овские вещи, то есть вот на эту штуку мы с вами посмотрим, а это тоже нам уже неинтересно И потом перейдем к картриджу Итак, давайте смотреть на пистолет, как у нас уже заряжается пистолет уже с новым механизмом Мы с вами, я напоминаю, смотрим на пистолеты с новым механизмом Они у нас делаются вот таким вот образом, мы все это дело заряжаем Насколько я помню, тут нам опять-таки нужен, к сожалению, RAM-ROAD То есть в репиторе нам RAM-ROAD не был нужен с предыдущим механизмом, с wheellock'ом, а здесь все это дело нам нужно И насколько я понимаю теперь все, то есть смотрите в чем преимущество, нам не нужно заводить этот механизм, нам не нужно поджигать ничего, мы просто по сути засунули порох, пулю, ремрот и все, мы можем стрелять Очень круто, очень удобно, по сравнению с предыдущим оружием просто супер И как вы можете видеть теперь я делаю что, я заряжаю наш револьвер В принципе револьвер, он по идее должен работать примерно так же как репитер, то есть мы просто быстренько его зарядим и в принципе начнем с ним стрелять Единственное что, насколько я понимаю, он у нас будет, ну он не будет заводиться Вот давайте сколько я засуну, 3 штуки, нам в принципе этого хватит, давайте возьмем парочку криперов и давайте Стоп, надо убрать все из рук, опять из левой руки надо убрать оружие, бац, бац, бац Но я к сожалению промахивался, но все равно, все равно отлично работает револьвер Быстрее стреляет, чем репитер, очень удобно, очень круто, мне прям нравится Опять-таки, ну это уже не эпоха возрождения, это по сути 19 век, но все равно опять-таки еще подходит для какого-нибудь такого выживания с усилением, скажем так, реалистичности И кстати говоря, перед тем, хотя в принципе зачем перед тем, давайте просто посмотрим на Кэплок Райфл Она у нас использует вот такие вот вещи, это у нас Кэплок картридж, который крафтится вот таким вот образом И давайте, кстати говоря, сразу посмотрим на прочие картриджи, которые у нас используются с предыдущим оружием Это я вам тоже покажу, первый крафтится вот таким вот образом и второй вот таким вот Этот у нас используется для пистолетов, а этот для винтовок Ну в общем-то потому, что в винтовках у нас два пороха уходит, а в пистолетах только один И, в общем-то, этот у нас используется, насколько я помню, только вот в такой вот катлок винтовки И, в общем-то, в ней, ну, скажем так, у нее есть огромное преимущество над прочим оружием Какое? Смотрите Это у нас, по сути, давайте мы знаете, как сделаем, мы сделаем вот так Это у нас, по сути, оружие, которое, ну, можно почти мгновенно заряжать То есть, как вы можете видеть, мы переламываем это оружие пополам и стреляем То есть, все, я просто засунул патрон и произвел выстрел То есть, это у нас именно что, почти что такая современная винтовка То есть, в которой, ну, по сути, все, не надо ни шомпла, не надо Вот просто, вот как вы, вы берете, переламываете ее пополам, заряжаете патрон и все, можете стрелять То есть, в принципе, если сравнить это со всеми предыдущими типами оружия, которые мы сегодня смотрели Это просто великолепно, ребята Это просто отлично Единственное, что она, конечно, долго переламывается, немножко долго заряжается Но все равно, по сравнению с предыдущими типами оружия, где надо и шомполом тыкать, и все на свете делать Это очень круто В общем-то, мы с вами почти все посмотрели Единственное, на что осталось посмотреть, это, опять-таки, вот на эти картриджи Я вам не очень хочу показывать, например, вот эти вот вещи Единственное, что Блэйз Шот, наверное, вам бы очень хотелось посмотреть, на это мы посмотрим А вот эти вот вещи, я думаю, вам понятно Что, в принципе, Пойзон Шот, он у нас просто отравляет Голден Раунд Шот, он такой же, как и вот этот патрон А эта штуковина, она, по сути, такая же, как все остальные патроны Я не увидел никакой совершенно разницы Ну, а крафты мы уже с вами смотрели Так что, да, давайте посмотрим, давайте посмотрим Давайте возьмем, например, виллок пистоль Нет, давайте вот эту вот штуку лучше возьмем Смотрите, для чего у нас используются картриджи Как я сказал, вот это нам нужно для того, чтобы засунуть это в винтовку, а это в пистолет В общем-то, как это работает По сути, картриджи нам нужны для того, чтобы мы могли пропускать хода с запихиванием пороха и патрона То есть, единственное, что нам нужно сделать, по сути, это По-моему, шомпол нам тоже понадобится, давайте сейчас посмотрим Это просто взять, засунуть, собственно, вот этот вот самый картридж И, насколько я понимаю, все-таки шомпол нам понадобится для этого Да, для этого пистолета нам понадобится шомпол, но все равно То есть, мы пропустили с вами уже одно действие, ребят То есть, вместо того, чтобы засовывать и патрон, и порох, мы засунули просто один картридж Вот такое вот у них преимущество И это действительно, на мой взгляд, круто И, в принципе, давайте напоследок все-таки посмотрим на блейсшот Посмотрим на картечь, не золотую, а блейзовую картечь И давай порох, иди сюда Засовывайся Блейсшот, засовывайся И давай шомпол, ты нам сейчас как никогда нужен Все, отлично И давайте выстрелим в какого-нибудь крипера Давайте в несколько штук, потому что все-таки это картечь Итак, идем мы по лесу, видим много криперов Нажимаем право кнопку мыши И все работает, да В общем-то, вот такая вот блейзовая картечь Вот такой вот мод В принципе, ребят, на этом, пожалуй, мы будем обзор его постепенно заканчивать Все, что я вам хотел показать, я вам показал Рассказал, в чем преимущество этого мода над прочими модами И, в общем-то, обзор, скорее всего, вышел достаточно длинным И, может быть, даже немножко не очень содержательным Но я все равно буду рассчитывать на ваш лайк И надеяться на то, что вам это видео понравилось И, напоследок, я говорю вам Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки, зовите друзей, оставляйте комментарии А также не забудьте подписаться на канал С вами был Леймс Стоун Всем удачи и всем пока! Пока!